Всем доброго, с вами Каролина, и добро пожаловать в новое видео, и сегодня мы с вами поговорим о том, в чем же секрет успеха BTS, и какие полезные вещи можно перенять для создания каких-то других групп, для развития других групп, вне зависимости от того, в какой стране данная группа создается, потому что, ну мало ли, вдруг это кому-то пригодится, но в остальном это может быть просто интересно, возможно эти вещи вы как-то не замечали, пропускали мимо своего взгляда, но теперь сможете посмотреть на них немножечко с другой точки. Ну и конечно же, пишите свое мнение в комментариях, мне будет очень интересно почитать, это там с вами обсудить, ну и также подписывайтесь на мои социальные сети, ну а я вас всех очень сильно люблю, ну а мы начинаем. И в чем же секрет успеха BTS? Ну и в первую очередь, касательно успеха BTS нельзя не затронуть маркетинг, очень правильный маркетинг, их компания знает, что и как делать, как не ввязываться в какие-то не особо хорошие вещи, и они знают, на какие площадки стоит идти, как нужно группе себя вести, и из этого, конечно же, следует не только то, что они их правильным образом продвигают, но и в том, что они знают, например, с какими брендами стоит сотрудничать, они берут как такой вот средний ценовой сегмент, так и высокий ценовой сегмент, таким образом привлекая внимание к различным брендам, потому что все, что обычно носят, используют участники группы BTS, это мгновенно раскупается. От этого есть выгода и тем, с кем BTS сотрудничает, и с самим BTS, потому что они получают себе некоторую прибыль, точнее, эту прибыль в основном получает компания, и все идет, казалось бы, замечательно, но также часто бывает, что участники показывают что-то, не желая это особо рекламировать, они просто такие, мне вот это нравится, и это опять же мгновенно сметается с полок. Вот этот момент, конечно, очень странный, но опять же, это лишний раз показывает влияние группы BTS, то, что фанаты их действительно готовы скупить все, что угодно. Далее, это немаловажный пунктик, это то, что они знают, с какими артистами сотрудничать, они не идут к тем артистам, которые несут негатив, например, то есть, они не идут к скандальным особо личностям в таком вот плохом ключе, они идут к тем артистам, с которыми можно действительно логично заколабиться с их репутацией, точнее, это все делает компания Бики. То есть, если так посмотреть, когда они идут колабиться, допустим, с американскими популярными артистами, они таким образом наращивают свою международную фан-базу, что, конечно же, несет свои плюсы в их жизни, потому что таким образом о них узнает еще большее количество людей. Ну и также те люди, которые знают BTS, но не знают каких-то западных артистов, они узнают об этих западных артистах, и у тех тоже прибавляется фан-база. Как бы и тем, и тем есть свои плюсы. Далее, отсутствие негатива. Да, конечно, первые несколько лет участники группы BTS были такими странными личностями, и их ловили на чем только не ловили. Особенно, если вспомнить их первые песни, когда «Здравствуйте, ненавидничество». Но сейчас, если посмотреть на их репутацию, на их поведение, на их высказывания, они никогда не говорят плохо о ком-то другом. Если что-то сказано в негативном ключе касательно каких-то людей, то с большой вероятностью это говорили не сами участники. Это было как-то перефразировано и переврали, в общем-то, их слова. И такие, вот это участники группы BTS, такие нехорошие. Но на самом деле они этого не говорили, и все замечательно и хорошо. И при этом, плюсом ко всему, они транслируют так называемый позитив. То есть позитивные вибрации, как сейчас любят говорить. Когда они постоянно говорят, что нужно любить себя, что нужно заботиться о себе, о своем физическом, ментальном здоровье. О том, что нужно понимать, насколько ты ценен для себя. Что не нужно особо сильно перерабатывать, при том, что сами они это делают. Но стоит понимать, что это действительно негативно сказывается на здоровье. И таким образом, каждый раз, когда они говорят, что вот, нужно помогать, нужно участвовать в благотворительности, они своим примером это показывают. Когда они говорят все вот эти вот слова о том, что по факту каждому человеку стоит быть счастливым. Каждый человек заслуживает быть счастливым. Каждый человек заслуживает иметь хорошее здоровье, иметь хорошие жизненные условия и так далее и тому подобное. В общем, у них много вот таких вот вещей, касательно которых они открыто говорят и как бы не держат это в себе, не делают это втихаря, не говорят так, что вы жертвуете на благотворительность, а мы просто посмотрим. Нет, они это делают сами и таким образом подталкивают к этому же фанатов. Потому что это довольно-таки хорошее дело. Далее тот моментик, что они транслируют себя как настоящих. Они пытаются показать, что они вот такие вот реальные. Что они не играют на камеру, но всегда стоит понимать, что все-таки они играют на камеру. Но это, опять же, хорошо продуманный маркетинг от компании Big Hit. Они знают, как это делать. Они знают, зачем они это делают. Они делают так с группой BTS, они повторяют это с группой TXT. Быть хорошими и при этом настоящими. Показывать то, что вот как вы говорите, как вы себя ведете, вы такие в реальности. Но при этом большая часть жизни участников, она находится за такой вот ширмой. Она скрыта ото всех. И компания Big Hit очень-очень хорошо заботится о том, чтобы никаких скандалов не всплывало. Ну и, конечно же, знаменитая фраза, которая говорит о многом. Мы настоящие артисты. Да, по-моему, это говорил Юнги, что теперь мы настоящие артисты. Спустя много лет и огромное количество работы, они достигли того момента, когда они могут сказать, что они профессиональные артисты. Да, именно профессиональные артисты. Они просто какие-то мальчики, которым захотелось петь и танцевать. Они достигли этого уровня тяжелым трудом. И это важно понимать. И во многом их популярность зависит не только от хорошего маркетинга, но и от того, что они умеют цеплять, они умеют цеплять своим творчеством, они умеют цеплять своими личностями. Ну и, конечно же, нельзя забывать про внешность, потому что, если вы так посмотрите, то между тем моментом, когда они были просто какой-то новой группой, на которую никто не обращал внимания, и тем моментом, когда они действительно стали популярными, их внешность очень сильно изменилась. То есть они стали красивыми. Более красивыми в понимании айдолов. То есть до этого они были просто такими вот хип-хоп-артистами, классическими, с обычной внешностью, по мнению айдол-индустрии. Сейчас же они считаются довольно-таки красивыми. Опять же, есть огромное количество вот этих вот рейтингов, которые могут показать, что не все участники такими считаются, но все же отношение к ним действительно изменилось. И оно изменилось кардинально. Чем популярнее они становились, тем сильнее менялась их внешность. Ну а что вы думаете касательно всего этого? Только ли талант задействован, их способности, либо же все-таки да, действительно, компания Big Kid Entertainment очень хороша в маркетинге и знает, как сделать так, чтобы их артисты стали популярными. Теперь знает, потому что их первые работы не были особо успешными. И выделялись они немножечко другими вещами, а не позитивом, бесконечными, положительными вещами и очень хорошей пиар-компанией. Конечно же, свое мнение обо всем этом пишите в комментариях, мне будет очень интересно почитать и все это там с вами обсудить. А я вас всех очень сильно люблю. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!